так как об степанин специально для сайта валюту . ру так как он здравствуй ты показал отличный бой с фаворитом турнира марлоном sandro но судьи решили что он одержал победу ты согласен с этим решением всем привет хочу сказать значит что где-то согласен где-то нет но я считаю что надо было дать дополнительный раунд где все бы решилось какой был твой план на бой что получилось что нет значит план на бой был такой не дать перевести в партер и бить его стойки получилось получилось бить но не всегда получалось переводить держать его стойки и не давать переводить партер были ошибки но будем начну над ними тоже работать не больше марлом вел себя так как ты ожидал или чем-то удивил если честно он удивил тем что немножко наверное психологически сдал во время боя и я предыдущие бои смотрел я думал он будет более уверенно драться и более упорно но и в принципе пару раз он промазал как бы в начале боя и не наверное по скорости отставал и начал просто пятиться а понимал ли ты во время боя что рефери сделал тебе предупреждение за захват сетки руками и что он с ними дбал в случае повторного нарушения правил ну предупреждение как бы не было просто он как бы что-то говорил там убери руку там сетки и так далее так как я ну так то я не понимал что он именно официально сделал предупреждение и конечно в конце второго 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 раунда было удивлением для меня что он снял вал даже это было скорее в начале третьего раунда в первом раунде показалось ты не можешь найти свою дистанцию позволяющую тебе атаковать сандро с безопасного расстояния так и это было на самом деле ну первый раунд всегда разведывающий и была такая своеобразная разведка я считаю что у него тоже была разведкой и после первого раунда он тоже начал понимать что в стойке у него шансов нету но в принципе я не считаю что я не чувствовал дистанцию в первом раунде я чувствовал по и ни одного удара не то что в первом раунде не пропустил вообще в течение всех трех раундов нарабатывал ли ты на тренировках защиту от переводов партер почему не всегда удавалось избежать перевода партер с сандро значит нарабатывал конечно в основном именно защиту от так дауна не получалось почему потому что я считаю немножко заигрался с ударами там с разворота и там просто вошел в кураж и немножко потерял концентрацию над тем что он мог перевести в партер и я мог про провести бой по-другому и мог просто свести к минимуму эти проходы каков был твой план действий в случае перевода партер обвязать соперника и ждать подъема в стойку ну это как бы планка тогда когда ты уверен в том что рефери поднимет первые два раунда в принципе особо не было там таких долгих так даунов и был план да такой вязать его в партере чтобы подняли но рефери оказался немножко не такой как я ожидал и не поднимал так быстро в начале второго рауна ты несколько раз отлично попал явно потряс сандро что помешало и не шеруть его в этот момент ну я считаю что со стороны вообще легко судить что там потряс не потряс я считаю что потряс но он был сознание и он кидал бы навстречу удары и принципе был в адекватном состоянии поэтому я может быть не рискнул из-за того что был уверен в том что как бы в течение боя я еще доведу до этого момент не считаешь ли ты что во второй половине второго раунда чересчур осторожничал опасаясь так даун тогда у нас как бы я не то что опасаюсь и у меня план такой на бы что мне надо стойки работать и не давать переводить в так даун ну может это называется опаска но я считаю это тактика а ты часто бил ногой с разворота это твой любимый коронный прием или он просто по твоему мнению действительно эффективен ведь именно он в третьем раунде привел к успешному тейкдауну в исполнении сандро ну знаете я считаю что удар с разворота он эффективный но если ее готовить правильно бывает в бою такой момент когда интуиция тебе подсказывает что вот этим ударом ты должен его отправить нокаут вот у меня во время боя интуиция подсказывала что я этим ударом попаду попаду и отправлю нокаут но получилось по-другому и я считаю это не то что он был сильнее в этом бою была неправильная тактическая работа бою моя а знаешь ли ты такое мнение о твоем бою у бьерна рыбни да знаю после боя как бы он сказала менеджер мой перевел и сказал что ему бой понравился я считаю что он не ожидал такого боя я считаю что все все думали что марлун сандра фаворит и никаких шансов нету вообще у меня этот бой показал многое и хотя и проиграл но я думаю еще придет время доказать обратно известно тебе что будет дальше с твоей карьерой в беллатр да известно сегодня значит мой менеджер сообщил что у меня будет бой 28 февраля рейтинговый я очень рад и благодарю конечно менеджеру берну за это и конечно все будут радоваться и мой тренер сергей нити тоже рад этому этой новости но к сожалению у него не получится приехать на бой 5 будем как-нибудь без него планируешь ли ты выступали в ближайшее время где-то еще в ближайшее время у меня бой здесь было 3 28 февраля живушка через две с половиной недели до через недели так что самое ближайшее время именно этот бой а если хочешь что-то добавить наш микрофон в твоем распоряжении хочу сказать всем спасибо кто поддерживал меня кто болел за меня я признал что это очень помогает очень поддерживает особенно после боя просто читаешь комментарии и вдохновляешься мотивируешься хотелось рассказать спасибо своему тренеру сергею никитину менеджеру алексею журнакову за то что они продолжают верить меня за то что дают еще шанс биться я обязательно реабилитируюсь хоть у меня два поражения в белатре я на меня это психологически никак не действует более мотивирует так что ждите побед спасибо спасибо окоп желаем тебе дальнейшего роста как бойцу и обязательно выиграть следующий бой спасибо все специально для валюту до точка ру окопа степанин чтобы они были в конечномции